Девушки отдыхают. 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 Отец наш небесный, мы просим Твоей милости и благословения на это собрание и благословить тех, которых нет здесь. Дай им понять, что общение помогает нам сближаться друг с другом и с Тобой, Христе Боже наш. И все, что нас волнует, ты разбери здесь и покажи, чтобы Дух Святой царствовал среди нас. Тебе, Боже, слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Продолжим писать наши души Словом Божиим. Второй Коринфянный, иди пока. А я сейчас пока в той проповеди, которую, брат, проповедь Игнафиховича, разбиратель, ее нет смысла, потому что там все было объяснено подробно. А вот первая проповедь, кого коснулась она, какие мысли возникли, все прям прослушали, все приняли, как говорит апостол Павел. Про начальствующих. Про Иоанн, зато вас говорит, да, про начальствующих, да. Не всегда начальники только от Бога бывают. Вот это вот царь проходит. Вот самое главное, да, вот это все, я принимаю, что да, все начальствующие от Бога, что это нужно принять, какой он есть, какой он есть. Но подчиняться вот беспрекословно тому, что он говорит, нужно рассудительность проявить. И апостол Павел предупреждает о том, что мы во всем, ну как бы, показали рассудительность. И в этом случае тоже. Как относиться к тому, что говорит начальствующий? А если он противоречит тому, что Господь говорит? Как действует так, как он приказывает или нет? Например, недавно я общался с коллегой, который как раз свидетельствовал о том, что действия начальствующего были совсем даже, хотя вроде как номинально считает себя причастным к вере православной. Номинально. Ситуация какая? Он, как человек совестливый и верный своему делу, исправно исполнял свою работу. Приехал целый автобус с больных. Привезли. Это так, вы выделили такой специальный автобус. Привезли со всех из одного района. Вот бабушка пришла с коленкой. А ему говорят, вот пока не съездишь в краевую больницу, не обследуешься там, там, значит, тебе не будет этого обследования по костной твоей системе. Ну и набрали целый автобус, привезли. А почему? Потому что план такой оказался, вышел. И уже горит этот план, потому что денежки-то уплывут, квоты вышли. И вот надо выполнить этот план. Привезли в отделение, загрузили. И начали обследовать. Обследовать так, что нужно сделать вот такую операцию, вот такое обследование, такую вот операцию нужно. Потому что нужно сделать... Ну там есть какие-то, может быть, небольшие показания, но они такие показания, из которых не следует эта операция. А нужно там, ну, расходные материалы, естественно, там, дорогие, все это. И как поступить в это? А, ты срываешь нам план выполнения работы, ты такой-сякой, и начинается гонение на него. Ну, пришлось человеку покинуть это учреждение, не слушать этих распоряжений начальствующего. То есть нужно во всем показать рассудительность. Так что понятно, что все начальствующие, они от Бога. Принять надо, да, вот он такой. Ну, о нем нужно молиться, чтобы Господь до конца разумил его. И чтобы он был не просто номинально верующим человеком, а поистине верующим, следовал тому, что говорит Господь. Ну, а теперь нашли, да? Давай, брат. Продолжим. Сегодня, сегодняшнее чтение, толкование святых отцов, я филакса болгарского. Второе корейфенов, 6 глава, 16 стиха. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Толкование. Блаженых филактов. Неверная суть храма идолов, или даже самые идолы. А вы храм Бога. Не того, о котором они базнословят, но живого. Итак, какая совместимость, то есть подобие, сходство между вами и ими? Дабы не показалось, что льстит, Писание подтверждает, что они храм Божий. Обитание в нас Бога обуславливается чистотой жизни, а хождение его в нас приобретается старанием. Ибо Бог живет в человеке тогда, когда он чист, а когда он побуждает его к другому, к какому-либо делу, говорится, что он ходит в нем. Это значит, когда Бог бывает его Богом, то он вступает в чин патриархов. 16 стих. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Толкование. Не сказал, не делайте глупостей, но не прикасайтесь к ним. Нечистота же бывает двоякая, телесная и душевная. К душевной относятся нечистые помыслы, нечистые взгляды, злопамятства, обманы и тому подобное. А к телесной нечистоте относятся блуд, полюбодеяние и всякое плотовоугодие. Итак, хочет, чтобы мы были чисты и от той, и от другой нечистоты. Выйдите из среды неверных и отделитесь, то есть живите отдельно и будьте чистыми, и тогда приму вас. Ибо когда отступите от пороков, тогда соединитесь с Богом. 2 Кориффе 6, 18 И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Сидержитель. Толкование. Видишь ли, как пророк давно предсказал о нынешнем возрождении и усыновлении совершающемся в нас через крещение? Комментарий Игнатия Лапкина. Всюду, где говорится о спасении через крещение, говорится об одном таинстве, как о завершающей стадии рождения свыше. Принятие Христа в свое сердце, полного перехода на сторону Христа. Сегодняши же крестители в кавычках все сводят только к самому акту крещения, совершенно не научив ничему предварительно людей. И такое отношение к крещению и само крещение есть ложь. Второй Коринфянам, седьмая глава, первый стих. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню страхи Божия. Толкование. Какие обетования? То есть, что мы храмы Божии, что в нас обитает и ходит сам Бог и Отец. Очистим себя от нечистых гел, ибо это означает скверно плоти, и скверны и страстных умыслов, ибо это означает скверно духа, то есть души. Недостаточно, говорит, удерживаться от нечистоты, но должно делать и нечто доброе, святыню, то есть чистоту целомудрия. Присловокупил в страхе Божьем, или потому что есть целомудрие, сохраняемое из человека, сохраняемое из человека угодия, а не в страхе Божьем, или для того, чтобы показать нам, как должно сохранять онное именно в страхе Божьем, ибо как невелика сила плоти, но имей страх Божий и победишь ее неистовство. Под святостью разуми не одно целомудрие, но и вообще всякую чистоту в жизни. Аминь. Богу нашему славу, веке, аминь. А молящих вспомни, кто нуждается в нашей помощи? Людмила Степановна помним, да? Молимся. Она вообще не ходит, куда-нибудь нет? Нет, никогда не ходят. Общаетесь вы с ней после того, как мы были? Да. Ну, она все в том же состоянии? Так, Любови Петровны? Любовь Петровны все по-прежнему у нее, вот я была в среду, у нее то нога отнимается, то еще, ну, как обычно. Вопрос не и все, где она остается или уезжает? Пока она никуда не уезжает, они сейчас занимаются оформлением переводят Ольги на наследство, в общем, оформляют, полгода прошло, как она умерла. Сестра, и вот брат у нее живет. Сколько будет жить, неизвестно. В общем, переговоры ведутся о том, где ей жить после этого всего. Ну, пока она не намерена никуда уезжать. Антонина Севастяновна, я разговаривала с ее дочерью, все у нее хорошо, она бодра, молится. До последнего она ходила на улицу, по огороду, ну, вот как снег выпал неделю назад, чуть больше, они запретили на улицу ходить, потому что вот в такое же время она три года назад упала и сломала шейку бедра, поэтому сейчас они ее не выпускают. Вот, ну, она все хорошо, адекватная, аппетит хороший, все по дому ходит, сама себя обслуживает. Она молодец. Вот. Зоя Шубина просила ее не терять, у нее, она выздоровела, она просила, помните, молиться, она сильно болела, она выздоровела, но у них машина в ремонте, должны были в четверг забрать, но они не доделали машину, поэтому она говорит, я не выберусь из дома. Вот. Чтобы ее не теряли. По Легуевым, ну, я с дядей Колей переписывалась, но он просто так общими словами говорит, за все благодарю Господа, ну, улучшения, если есть, то очень незначительные. Все, все по-прежнему, в общем. Помоги ему, Господи, это... Они не смогли они выбить, как инвалидность. Они инвалидность оформили, но там очень маленькая сумма, я так поняла, да, они же тогда закончили все это, ну, там прям совсем ни о чем. Вот. Кто у нас еще? Ну, все остальные, все по-прежнему. Александра Михайловна, вот она здесь ходит. Татьяна Кузьминишна, караулит. Татьяна Александровна. до понедельника лежит в больнице в этой... Она лежит в больнице не на обследовании, а на лечении. У нее давление, которое она уже не может контролировать медикаментами. И легла она вот в это отделение геронтологическое, пролечиться, прокапаться, обследоваться, но лучше ей не становится. И она прям таким, ну, надо сказать, таким прям болезненным голосом позвонила и попросила, чтобы за нее очень усиленно помолились. Шумы в голове, вот это давление, ее плохо очень себя чувствует. лечение ей это не помогает, которое она там получает. В понедельник ей уже выписываться. По-моему, она на 10 дней у нее была госпитализация. Ну, это вот, где бабушек всех складывают с кучей болезней, не от какой-то конкретной, а вообще. То есть, уже старость, так скажет. Вот. Ну, улучшения она не чувствует. помоги, Господи. Ничего кого мы не вспомнили, кто нуждается в нашей помощи? Татьяна Кузьминична пока на своей даче там пока не приехали ее сын своей семьей оставили ее. там не дача, дом. Они уехали в отпуск, а ее оставили караули там. Так. Кто еще? Всех вспомнили? Ну, батюшка, в следующий раз будет у нас здесь, да? И сообщаем о том, что будет общее собрание. Так, Марина Георгиевна? Можно еще поползать? Общее собрание. Да. Так что нужно готовиться к этому общему собранию, оповестить тех, кто здесь сегодня не присутствует на нашем собрании, чтобы в следующий раз прибыли сюда, явились, показать свой голос. Я здесь. Еще такая маленькая просьба вот к нашим бабушкам. Мы вот столкнулись летом, что стало плохо нашей Галине Николаевне, и там потом вышли на связь с ее дочерью. Вот бабушки, все, кто у нас один, пожалуйста, можете дать мне телефоны ваших близких родственников, что если с вами что-то случится, вот мне сегодня Александра Михайловна дала телефон ее дочери, что если что, с кем выходить на связь, если мы до вас, например, не можем дозвониться, с кем держать связь. Вот мы с Еленой тогда обменялись, и она была очень, да, благодарна, я сохранила ее номер, потому что и она была прям просто рада, так благодарила, и потом такое письмо написала, и общине, за поддержку, все. То есть нужно иметь вот даже Михаил, может быть, вашего брата тоже, чтобы у нас какой-то, пусть он лежит, этот номер мы связь с тем, с кем вы живете, чтобы мы были на связи. Ну вот, допустим, мама ваша тоже, я посмотрю, по-моему, она у меня есть, ну и так далее, вот кто, особенно престарелые. Брат, я по первому вопросу, по первой, по проповеди, брат, читал, о начальствующих, и у меня мысли гораздо глубже всех таких мыслей. Во-первых, когда Господь сотворил весь мир, то там все началось с того, что Каин ушел и построил сразу город себе. Ну там не сразу, но уже там именем сына он назвал город. И что такое город? Город – это отнесенное какое-то место конкретно, и там имеет власть один человек. То есть Каин был первый властитель, который конкретно был главой рода своего и так далее. Но дело все в том, что дошло до того, что Господь отменяет из родословия полностью Каина и родословия людей начинается знаете с кого? Сифа начинается. Правильно сестра сказала. Знаете Слово Божие. Очень приятно. Сифа начинается родословие. Какая глава говорит нам об этом? Начиная с конца с 26 стиха 4 главы. Пятая глава полностью нам показывает родословие 10 патриархов, которые составили именно сыны Божьи, потом будет говориться о них. Дочери человеческие это Каина потомство. Вот так их назвали. А сыны человеческие это от Сифа. И они были праведными исполняли и Еноха даже Господь взял ходил пред Богом и взял его на него. 365 лет всего прожил он. И вот при такой власти власти сынов Божьих управление было именно нужное которое Господь поставил как потом судьи управляли. То есть то управление которое было от Бога. Потому что призывали имя Бога. Но пришло время Ноя. Прошло 500 лет как жил Ной. И в этот самый момент как говорят люди которые были в том же роде что иной они заболели или скатились в нечестие. То есть они взяли от Сатаны самое пуганное. И там было такое что мы сейчас с вами даже не понимаем что там было. до такой степени что Господь говорит расстрелилась вся земля вся плод до такой степени что Господу пришлось уничтожить зверей почти всех. Когда говорят ковчег там столько было животных и так далее ну что там сколько животных было всего две кошки всего две собаки он и она мужского и женского рода. Немного если взять что ковчег сам был локтями какой там локоть говорят 50 сантиметров а может с меня ростом был локоть они из полины были может по себе мерили другой разговор как он построился этот ковчег вы понимаете какая была тогда организация у людей мы просто не понимаем но нечестие такое было мощное что Господь говорит я раскаялся что сотворил человека как так златуус объясняет что такое раскаяние это все для того это показать другим родам когда придет время от ноя симхам и афет чтобы люди увидели какое нечестие вызывает в Господе состояние Господа то есть Господь опугаться в ярости может быть даже здесь говорит я разгневался я раскаиваюсь что такое было а почему была какая-то власть которая спровоцировала вот это все нечестие раскление этой плоти и теперь дальше по сравнению с этой властью которая была наша сегодняшняя которая говорит апостол Павел это просто радость Божия а к кому он обращается какая власть персов китайцев японцев в Японии в этот момент там была раздробленность они там рубили друг друга у японцев культ смерти до такой степени что себя убить лишь бы только гордость твоя не пошатнулась ни в одну сторону он не о японцах говорит он говорит о том где они жили а жили они под властью римлян опять же какая власть они были союзниками Рима вот тот момент когда апостол Павел пишет они еще союзники почему потому что в 66 году три легиона которые расквартировались по всей иудее это немного три легиона 15 тысяч человек приблизительно может даже меньше в разных населенных пунктах стояли отряды римлян для чего ну чтобы было понятно чтобы не было никаких смущений волнений а какие могли быть волнения в этот момент в этот момент происходили столкновения Персии тогдашнего государства с римлянами римляне хотели идти дальше захватывать ну там Междуречье Месопотамия называется но там были персы а эти персы когда-то это греки персы это греки были эллинисты они Иерусалим был их когда-то и война происходила между римским государством и селивкидами селивкиды это потомки Александра Македонского и победили римляне а евреи так как эллинисты вот Игнатий сегодня упоминал вторая Маковейская седьмая глава они хотели чтобы была одна религия только эллинистическая чтобы поклонялись только богам Зевсу там и так далее у них а римляне были толерантны они всех богов поставили у себя в пантеоне там было шестьсот богов или может больше даже и то же самое Бога и Иегову также чтили только не понимали евреев считали их немножко чудаковатыми что у них Бог Бог-то как он выглядит показать не могут Бога и поэтому храм рисовали или семицвечник всегда тогда это были евреи понимали что это евреи а Бога как не изображен и когда евреи помогли в шестьдесят третьем году до Рождества Христова цепионы захватить храмы иерусалимские он туда заглянул святой и святый а корчега там уже не было заглянул посмотрел а там ничего нету вышел и сказал да все таки странный народ иудеи там ничего нету то есть он хотел думал будет первым кто увидит как выглядит Бог евреев понимаете и поэтому если всю эту историю знать сопоставлять то действительно вот эти правители они об обрам пекутся и так далее тебе не мешают молиться но пришел пришли большевики такого не было никогда и они стали запрещать молиться Богу они стали видеть в том что ты религиозен что ты праведен что ты благочестив страшное преступление перед ну непонятно человечеством как они говорили и поэтому они начали править по своему то есть по сатанински натурально наоборот все перевернули что мы видим и сейчас вот сейчас у нас власть допустим она соответствует тому что говорит апостол файл а власть которая на западе в пятилетнем возрасте ребенок может выбрать пол вы понимаете к чему мы пришли ребенку пятилетнему дали право быть существом отдельным как членом общества членом общества до пяти лет то есть дорастили вы его а теперь все он уже самостоятельный он сам пошел куда-то там так пускай он тогда сам себе еду достает пускай там семью создает или где пускай идет там живет где-то пятилетний вы понимаете о чем идет речь о безумии просто поэтому говорить такое о тех людях которые сейчас носят меч у них не просто меч у них ядерные бомбы они готовы уже поставить в Берлине и везде чтобы далек был до Кремля всего 6-7 минут вот до чего дошли эти власти и поэтому это конечно власть от сатаны Господь такую власть не ставит но но она поставлена почему вопрос опять же почему она не поставлена Господом Господь говорит что власть свою не отдам никому говорит Господь никому не отдам я сам уничтожу вас вы себя не уничтожите нет вы доставите себе много очень много всяких злодеяний но я умертлю вас и вот потоп показал как Господь это делает он оставляет праведных и поэтому когда придет сатана написано будет война со святыми и он победит святых как победит плотью убьет будет пытать и так далее но святые то все равно сохранятся для чего чтобы победить в конечном итоге написано победят победит Господь потому что Господь когда придет он освободит от этой деспотии тех праведных которые еще останутся а потом и другие воскресные они живы останутся те которые здесь в ущельях в горах останутся еще верующие но не будет церкви как таковой то есть церковь как вот общество помните как Сергий Строгородский сказал я зато сохранил церковь то есть да там пошел союз с большевиками но сохранил церковь и эта церковь сейчас вот Игнатих дали орден он так далее то есть вы сами понимаете дальше что это московская патриархия то есть мы все пришли замкнулись опять на духовном вот так а от Бога это ну по другому никак от Бога задал такой риторический почти вопрос почему вот они такие существуют а вспомню как один святой молился три дня три ночи и господь ответил ему дал бы хуже да не нашел так что как живем так и получаем что заслужили Игнатих вам слово в занятиях на детском уроке я говорил что у нас есть материалы которые вам положат основание вашей библиотеки видать или себя где-то храните газеты церковные там много хорошего берешь не берет вот и все уже в тот раз раздавали мне не надо говорить про это я знаю одно что богатство накапливается по копейке а не так что пошел хозяина убил все стада мои вот я даю вот она отдельно осталось только три газеты при том все они местные видите второе вот написали справку просчитаем местная религиозная организация православных христиан крестовозыринская община города Барнаула адрес справка данная справка подтверждает что дробот Нестор Андреевич является членом местной религиозной организации православных христиан крестовозыринская община города Барнаула не отлучен под эпидемией не находится настоятель общины отец трех только минуту опять пошел и пошел мой телефон забудьте первое что я говорю ты начала звонить и сказал я такой-то звоню тебе по такому-то где-то только тогда я если по голосу узнаю буду отвечать я один раз ответил и почти полгода мне не давали проходу детские голоса я тогда догадался где мы были в клочках там священник против детей траванули и они теперь непрерывно бьют и бьют и бьют убрать мой телефон никому не отвечай никому так я вам звонил городская администрация я предупредил вас вы согласились городская администрация назвать вашу фамилию там франк такой-то а вы почему не сказали ответа никакого нет батюшка звонит почему не называешься изменяется голос мне трудно понять кто звонит тебе что дорого долго сказать сказать брат твой Аким или как-то ну как-то почему такое противление это вот это никак не пойму или что можно поиздеваться или как я не могу отвечать я ложусь спать я никогда не отвечаю телефон может позвонить человек который нуждается во мне которого я знаю алло алло ах ты такой дальше матьюгами как начинает крыть возьмите ребенка детский лагерь он никого не слушает среди какой лагерь и лагеря которых нету но попадает где-то телефон и дальше то на этот то на вот и все на мой карман на телефон значит убрать второе настоятель общий я не настоятель я староста и это будет недействительный документ настоятель батюшка знает его исповедуя если бы сказали напишите характеристику даже написать до времени пока он вырастал был в лагере по нему написано ты помнишь я тебя драл так Игнатий здесь не написано что вы настоятель написано батюшка и потом мне не надо и говорить настаивать чтобы я расписался я не священник староста староста не иметь здесь там где принимают военковые священник должен расписать и там напротив сидит священник и уговаривает Александр Непский ходил воевал да вы что Сергей Радонский благословил специальные толкачи есть ну козел на мясокомбинате он идет скотина-то не идет куда надо-то а он впереди идет козел за ним идут дверь закрывается его в отдельную он опять следующую когда придут еще сто коров пригонят вот эту роль играют сегодня священники которые там заставляют брать оружие идти воевать дальше это подается я сейчас могу многое не знать в Белоруссии за 10 дней как прикинь а у нас здесь в Российской федерации полгода за полгода раньше тебе дать характеристику я могу написать все какой ты был в лагере ты помнишь хорошо все вот и все за другое я не отвечаю это не действительная бумага тут написано кто настоятель пускай настоятели распишется и напишется протоиерей тоже священник который сидит с военкомом рядом он скажет да это священник действительно сказал на следующий день скажите пожалуйста при регистрации какой номер телефона указывался никакой батюшкин батюшкин телефон нет при регистрации общей какой номер телефон при регистрации общей дальше недели требуется если там какой-то телефон есть допустим где-то только им а не так что кто-то возьмет и мне будет когда мы оформляли я могу сказать какой чтобы много ответили интернетная версия которая это могут они по скайпу зайти игнатий когда мы когда вы регистрировали делали сейчас я не знаю какой номер телефона вы указывали если им там нужен телефон я сразу сказал прежде прежде чем вы не назоветесь я отвечать не буду чтобы не дать повод что тебя слышали ответ один номер телефона ему указывали но он не брал пупку телефона когда три раза ему звонили неважно неважно какой в юстиции указан мы в штампе регистрации должны указывать тот номер который указан в документах будет он брать не будет брать это другой вопрос понимаете это пустое еще один раз меня там нет и никто не позвонит а кто звонит то не получит ответа это надо делать напишу значит напишите ее телефон где мы ходили она свой телефон по договору вставила они поднимают документы по регистрации там другой номер так можно хоть до утра сейчас сидеть но я ответил другого не будет мертвая зона я не отвечаю я не могу отвечать потому что жизни никакой нету что тут непонятно значит значит и я не настоятель даже если бы все я принял телефон это и тогда не действительное там не написано что я настоятель настоятель батюшка должен подписать батюшка все да и гнать там не написано что батюшку роспись делать это подделка да зачем мне это нужно дальше батюшку я уговариваю а вот я не знаю как он редко там ходит а другое Тараси Тараси нет под петушиным гребнем все в миру вся семья как отрезанная и что они показывают с кем где там обнимаются на каких-то вещеринках даже с трудом можно поверить это дело и уже знает она как ногу открячет чтобы выставлялся курьюк это верующие были причащались я батюшку убеждаю ну Тараси то ходит где-то он дал подпись а теперь теперь что он там творит все батюшки я избавился от этого он не хотел а я толкал его вот так же вот точно как вот вы говорите а он больше ни разу не пришел получил справку и ушел чем он занимается как они теперь знают какая-то пирамина как зарабатывать деньги и стоит там допустим одна из этих сестер держит в руках пачку долларов дальше по пятерке пачка и она зарабатывает деньги чем они дают там за что-то рекламу даром никто не дает если она дает деньги и говорить еще нет это означает потом это интервью с дьяволом я тебе помогу я на работе сделаю ну скажи что я потом скажу а потом душа уже попала туда прямо дьявол отвечает это не от бога это от дьявола вот эти скрытые не могу и больше даже не посылайте а вот община зарегистрирована в общине где вот это я отвечаю за здание так где у нас зафиксировано за одежду за оборудование которое у батюшки что есть чтобы можно было совершать богослужение больше я ни за что не отвечаю вот сейчас уже в уголь так сестра два-три человека подай делать вскрывает ревизионная комиссия у нас Елена Алифтин Пантелеевна и Ефросиня они вскрывают и составляют акт есть ревизионная комиссия которая будет это делать вот и делайте берите ну зачем мне говорить когда не слышу берешь убеждать если не нет ревизионная комиссия пусть а зачем ты приходила ко мне тогда ну вы же мне не дали не доверяю Елена давайте попросите отвезти и мне обратно привезти вот Елена она ревизионная комиссия ревизионная комиссия она просишь не отвечай чтобы привезла заставить акт пересчитать передачи куда позначаю куда деньги нужно знать Наталья нам нужно сейчас угля покупать кто отвечает за это ну передач любовь на батюшку приедет они приедут на бачевку. Деньги на уголь отдаю я 45 тысяч. Все. Закройте этот ящик. Пока закройте. Так сейчас пока я с вами не говорю. Мы с ними не надо. Потом. Сразу к вам вопрос. Больше в кочегарку не заходите. Только сюда, здесь будьте. Не надо прятаться. Прящите и грехи туда идете. У нас, которые в кочегарку ходили, все сгорели. Я помню. И притом не по одному человеку. Вот прямо как здесь написано. И вот это вот, тогда вот это вот вышло. Не заходить туда, если тебе там не должен. Нужно там ребенку сводить. Даже на город сходить. Не надо тащить его сюда. И остальным не заходить. Я сделал замещание человеку определенное, что во время богослужения он спит, ничего не видит. А я туда спрячусь, там буду спать, и меня не видно. Малые дети какие-то. Туда не заходить. Пришел на богослужение, где скамейки есть, ты не можешь. Сиди и не спи. Не закрывай глаза. А спать легко, когда сидишь ты, и глаза закрыл. Я теперь нашел, что говорил Серафим Саровский. У меня не вмещалось это. А сейчас я понял. Он говорит, если придет сон, открой глаза. У нас если пришелся, он закрой, он его откроет. Остальное время он благоговеен на высоты. В Божьем престолу ломился. И Господь благословлял его. Вот теперь мне понятно стало. Я считаю, если ты пришел, глаза не закрывай. Не подавай соблазн. Еще я ставлю пример. Серафима Гавриловна, 94 или 95. Сколько? 95. Сколько? 95. 95. Ни один человек ее не видел в храме, чтобы она села. А у нас как только так нельзя. А если проповедь, значит сразу плюхнулись. Ну, еще и нет тут пустое. Ты бы наоборот приблизился. Да с бумагой. Да записать. Вот я сегодня еще, вчера, утром, днем, приближается день. Говорить надо. Вот сегодня ничего, только о глазах. Я все добавляю. Кое-что вычеркиваю. Какими словами добиться, чтобы поняли это, что смотрим неправильно. И Господь отвергает полукровок. Ему нужно только все. 99 он не принимает процентов. Все в умом. Всей крепостью. Всей душою. Возлюби Господа Бога твоего. Теперь проверь, ребят, было такое или не было. А не было, начинай искать. Я крещу вас в воде. За мной идет, которым никто не знает. Он будет крестить. Во имя его крестят, но он будет крестить во имя Духа Святого. Когда было у тебя крещение Духом Святым? Ну, возьми это. Вот это нервничание там кого-то. Все встанет тогда на место. А как изменение? Я разговариваю с одним священником. Он говорит, а у меня этого не было. А как? Хороший, не пьет, не курит, златоуста считает. А этого не было. Я вот привык, так и дальше. И как? Надо Бога или выпросить, или избрание подтверждается с печатью от Бога. 27 сентября 1962 года, в 17.00, я первый раз склонился, когда Библию увидел. Ходил до этого в храм, ставил свечки, а все время в душе было, я погибший. Меня никто не мог убедить, что я умру и буду со Христом. Нет. Я умру и буду в аду. Хотя я не делаю, что люди делают. Меня Бог ни разу, нигде не повел таким скользким путем, а сразу. И в первый же день, только я шагнул за борт корабля, фальшборт, я первым же человеком стал говорить. Внутри меня, как огонь разыйтий в костях Ереме, я говорю, это мое рождение. И знаете, какой мой путь? До Дальнего Востока ни одного не диссидента, который отбывал бы срок, и там свидетельства, и люди обращались. Ни у кого этого не было. Ни у Глеба Якунина, ни у Дмитрия. Я беру священников. И все закончили самым печальным образом. Дмитрий Дудков, да этот, просто гигант такой, и кончил, чем я не дождусь момента, когда могу помолиться и сказать, святой Иосифе, о Сталине, моли Бога о нас. А то вам оборзеть даже нельзя, какое крушение было. Это люди, с которыми я лично встречался. И вот его везде батюшка сказал, батюшка сказал. Вот это батюшка, это авторитет человеческий. У него дома, прием, жена Нина, сестра, дочери Наташа, Миша, он священница. Ну там, на каждом слое батюшка. Ну и, я-то приезжу, уже маленько с кем-то побеседовал. За столом у него сидим. И он в это время, ну ладно, ладно, там, просят Игнатия, скажите слово. А я в этом сижу и молюсь. Что же сказать? Я скажу им о любви Божией. И когда я стал говорить, это все в интернете сегодня разносится просто. Он остановился вот так. Что вы наделали? Я столько людей собирал, вы как вот ледокол прошли, разделили, а мне под столом записки, вы будете выходить, я с вами мужа, я еще вопросы задам. И он больше мне ни разу не дает. Я начинаю говорить, предложение не закончилось. Так, подождите, я скажу, что вы хотели сказать. То есть, мое предложение, он добавляет своим, я совсем не это хотел сказать, а сказать не надо. Я попросил его быть моим духовником. И он мне сразу наложил эпитилью. Вставать не раньше шести, и никогда не ссылаться к Библии, какая глава стих. И я это принял на полгода. Я показал ему, что слушаться, это самое лучшее качество. Я ни за что не отвечаю, я делаю то, что он мне сказал. Вот, и все это там, якобы, какой там есть, в интернете, просто везде. Потому что у меня это напечатано в книге. Для слова Божия нет ус. И вот как все кончилось. Поэтому с Богом никак нельзя, что я хотел бы, у вас тут разговор когда-то был, относительно содружества интернетного и относительно общины. И тут накладывали, как сделала сестра, вот вышла, Марина Геннадьевна. Я думал, ее интересует мое мнение. Ну, я не знаю, что она совсем ушла. или нет. А ну, спрятала. Мне без нее это и говорить неудобно. Но я бы ответил, потому что все спрашивают, а все молчите, еще молчите. Я отвечу. Община теряет, и при том теряет пачками людей-то. Вот все. И батюшка приедет, даже которые не приходят, когда батюшки нет. И даже при батюшке ты там до десяти не наберешь. Но у нас в интернетной версии, брат знает, у него там занятия с детьми, да берем, вести занятия где-то, он первым делом мне позвонил, благословите, я буду вести занятия по таким-то темам истории. Так было, брат? Ну, как? Ну, не скрывай. А как по-другому? У него успешное дело идет. Новые души, там тоже неприятели, есть котельные, вот он такой, психован, и то, другое. Все разгладит. Он заботится. На этой неделе, прошедшей-то, 17-го числа, я всех просил молиться, он у меня встречает. Ну, у тебя сказал, все больше. Если она не ушла, я могу тут высказать тогда. Высказать, то есть, мое мнение, где больше и где лучше. Встреча была с митрополитом, всех, с Сергием, и ванихом. Назначено было на 11, в 11 нету, а только через час пришли. Я так и не понял, как мало священников, 12 было, потом дошло. Это благощинное, благощинное, я говорю, не книга, книги, вон они сзади лежат. И он сам, и который человек был, взяли, занесли туда, и далее я выступаю, там книги разложили. Это все в интернете стоит уже второй день, с добавкой. Люди как обращаются. А вот архиерей в это время перед людьми меня наградил крестом. И не один крест, а три креста, что удивительное дело. Вверху крест восьмиконечный. Вот этот крест сам по себе, и этот собор, Покровский собор с крестом. Ну вот, посмотрите, я дам, только верните назад. Тяжеленький. Мне никогда давали там Евстигнеев в университете. Точно так можно, сколько там вот такая серебро позолучена. Епископская, как по ноге. И ничего себе. И он сам мне вот сюда прикрутил, представил, вы с фотографиями там, и как здесь. Расстались очень хорошо. Я немножко успел сказать. Мне трудно просто сконцентрироваться. Когда мы ездили в 650 библиотек, в каждую я захожу, есть опыты ли? Ну, 2-3, ну, 650. Я незнакомый, как снег на голову. В Германии там, в Италии, в Ватикане. Меня никто не знает. Я 15 минут мне отпускается. Я должен вызвать доверие к себе, доверие к книгам, а 38 томов. Получить от них документ, что получили, и книги будут читать, не потеряются, и расписаться, и чтобы зафиксировали. Поэтому опыта моего, ни у кого такого нет. И поэтому я перед ними выступил, чтобы сказать, с обратной стороны, прочитайте, что там совет ректоров. Что это такое? Ректор, это главный в университете. А совет ректоров, которые есть в Алтае, и они были перед законодательным собранием, а вам ехали на обратной стороне, это не просто так, переверни, на той стороне. Вы просто у нас читали все. Вы все читали в прошлый раз? Ну ладно, положи. Я кое-что там там в священнике не прочитал. Встреча была благословенная. У отца его пошли. Слава Христу. В интернете отзыв такой. Вот этот архиерей вас говорит, от него такая энергетика идет за тысячи километров видно, что он хороший. А другие говорят, вот эти книги-то 1312 страниц так же. А в семье это 9192, кажется. Они говорят, никогда их не прочитают. Ну, кое-кто и читает. А я верю, что не прочитают. Большинство не прочитают. Большинство не прочитают это. Да, люди там отзывы-то идут какие-то. Я очень рад, что я в половине присутствовал. Ну вот, видишь как. То есть, я слышал сам. Слышали? Я слышали? Попадай. Сейчас, Так. Кто приходит на богослужение, быть здесь или там в той половине, в кочегарке, чтобы чешу. У вас все? А? Все? Да, почти все, но маленько не все. Мы работаем уже по этому делу. Главное, это сестра, чтобы усилили молитву. Она не всегда слушается. Вчера берет две пачки. Я говорю, это много. Она хватает их и тащит. Нас не предупредили, где принести. А вот этих вот девять комплектов уже полностью. девять на семь шестьдесят три книги. Вчера только ей отдали. И каждый раз она прилетает первая, начинает, чтобы слушалась, когда я говорю. По одной пачке. А это три, шесть с половиной килограмма. Это достаточно. Все на этом. Спасибо, Христос. Братья и сестры, я хочу вас поблагодарить. Если помните, в начале осени, в конце лета, была информация о том, что проходит серафимовский конкурс серафимовский врач. Это весной было, в начале лета, да? Ну да, где-то там. И хочу сказать, что этот конкурс закончен, и четыре дня назад все достойные этого звания были награждены. Так. Ну вот, прошу помолиться, поблагодарить Господа, что я не удостоен этой награды. Да. Поблагодарить Господа, не удостоен этой награды. А те, кто достой, кто удостоился этой награды, чтобы они по-настоящему несли служение нашему народу. Так, подожди, я скажу. А отдых какой пошел там, которые люди там на нас нападали, им приходится молчать сейчас. Кинуться на митрополита это очень трудно. Он в совете у патриарха. Там человек 7, примерно, где-то. То есть, он очень популярен там. И вот здесь, говорит, теперь вы неуязвимые, без всяких обвинений. И враги-то замолкнут, может быть. Скажу, что наоборот, пройдет короткое время, за все придется отвечать, за радостные минуты. Так что, не забывайте. Господь благословляет. И сейчас уже работает целый коллектив. Еще две книги, у меня почему я никому никогда не угождал. А прямо как есть. Помолите, чтобы получится 10, это примерно потребуется 10 миллионов рублей. Вот это вот, который лежит. Это все тысячи экземпляров. Почти 8 миллионов. Денег-то нету. Нету. Совершенно. Да ладно, миллионер. Нет. И ни разу нигде не был должен. Незнакомый человек с Латвета сразу полмиллиона прислал. Незнакомый человек. А что Бог делает? И когда готовились отъезжать, тогда было два дня и мы уезжаем. На горючий денег нет. Вдруг звонок. Я говорю, откуда вы? С Калининграда. Керильсберг. Бывший. А кто вы? Булкин Димитриев. А что? Хотели деньги дать вам на издание книг? Я говорю, все, больше не издаю. Ну, я не издавал, а теперь вот только уже. Ну, на что-то. Я говорю, у нас предстоит миссионерское путешествие. Это до Владивостока и пройти до Атлантики. Так, возьмите. И вот, когда мы были, поломка была в Швеции, и его парализованный Сергей уже знал. Ему сообщил, поступило, машину бросайте, высылаем деньги, купите такую же по размеру иномарку и поедете дальше. Это надо понимать людей, так как. Ну, и когда мы уже нас подтащили, через Балтийское море перетащили, а он в это время в Испании был, он дал указание, чтобы встретили, прислали за нами эвакуатор и отремонтировали и снабдили дорогу. Как Бог делает? Я его не разли, так и не встретил. Вот что Бог делает. Еще раз, скажите, как зовут? Булкин. Что? Булкин. Дмитрий. 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 Калининград. Келик. Вот какое дело. Поэтому уповающий на Бога посрамлен не будет. Повторяю, начиная по этой книге вот эта работа, я ничего не имею. И откуда что идет, я только могу сказать, Белик Господь, ибо вовек милость Его. Ибо вовек милость Его. Ибо вовек милость Его. Аминь. Аминь. Можно еще это сообщение? С детьми продолжаются у нас занятия. Детей выходит, ну, довольно-таки много. Там записано у меня девятнадцать человек, но половина выходит, а то и больше. Болеют дети часто и так далее. Нужны молитвы, чтобы к нашим занятиям в субботу в девять вечера по нашему времени начинается, так поздно. Стефан выходит? Стефан, но Ирина Устинова, она когда его нету, она говорит, что Стефана нету. Вчера вроде иконка была, я просил ее сказать, там он или нет, но никто не отвечает. Ну, это очень сложно вот в этом интернете, очень сложная обратная связь. То есть, ты там милости просишь, там кланишься, там целуешься, оттуда ничего нету. То есть, непонятно. Ну, а Златов сказал, вы не хотите слушать, приходить? Я буду стенам рассказывать здесь, в храме. Все равно ангелы услышат, ну, передадут Господу. Так что приходится. Ну, там дети есть, так что есть кому слушать. И проходим темы-то какие? Шестая глава, сейчас будет седьмая, восьмые главы, книги бытия, потоп. Ну, я там стараюсь, такие какие-то детские стихи, там, и песнопения стараюсь, там, Игнать Тихоновича стихи привлекаю, такие, чтобы понятные было. У него же написано не совсем для детей, для взрослых есть, как говорится, у него стихи. Там, как бы, и детские, но, такие там слова есть, которые надо пояснять. 18 плюс. Да, 18 плюс, будем говорить. То есть, я выбирал, я хотел, и вот сильно хочу, чтобы Игнать Тихоновича стихи. Я во взрослых собраниях я читаю стихи, песнопения Игнать Тихоновича, это все применяется. А с детьми очень сложно. Очень. Ну, есть в интернете там много всяких таких, ну, как бы, с детскостью. Ну, понятно. Там, и дневной ночью ной ударяет молотком, строит он ковчег большой. Ну, такое простое, но зато понятное. Я так думаю, что понятно для детей. Поэтому, помолитесь о детях, да и что, меня Господь тоже умудрил, чтобы детскость какая-то во мне появилась, а не злобность. Помоги Господи, брат. Об этом и хочу, чтобы дети так благодарили всегда, были ласковыми, нежными, добрыми. Мы это читали в прошлом разе. Мы знаем, чем дело заканчивается. От митрополита получил. Так, к слову сказать, от митрополита до указания выдавания бумагу, в которой написано «Я подарил» и перечисляется, что? Проповни в стихах. Четыре книги. Второе. Проповни во свете Святой Библии. Лежит семь томов. Кристалл православие. Семьдесят экземпляров. Семьдесят. Которые священникам рождали. И дальше его печать. На их бланке подпись митрополита. Это даже... А не увидим. Даже, говорят, восьми бы не увидел никогда. И с этим вернулись. И с этой бумагой, я там перед их зданием, где написано «Метрополит», сфотографировался еще. Поэтому, что значит молитва? Молитва всех. Не теряйте. Ты, мистер, я не имею права подписаться. Ты понял? Тебе бумага должна быть такая, как один сказал. Такая, чтобы железная, чтобы леден швандер не коснулся. Знаешь откуда? Фактическая. Собачье сердце. Булгакова. Михаила Апанасьевича. Все, завершаем? Да. Достойно не всякого истину Блажить дитя Богородицу Присно блаженную Игренье порочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Бесравнение Серафим Безыстрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя величаем Господи, защите Родину нашу от нашествия наплеменников От внутренних распрей От беззакония Которое встанье Останови делающих зло Просвети правителей Стороны нашей Чтобы принимали Мудрые законы И всех начальствующих Так же Просвети и защити Людей, не познавших Тебя Обрати к истине Чтобы божественную любовь Твоя Коснулась каждого сердца Священники Которые не служат Тебе Как должно Пусть покаются В небрежении Своем И проповедуют смело И инославным Об Иисусе Христе Господи, праведно суды Твои Над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твое Изреченностью Твоей Библии Прости нас, Господи Владыка жизни Что сокрыли имя Твое Бог и Иегова Дух Святой Да наставит нас Не признавать никаких Иных богов Попия А воочию Господи Научи нас Семикратно в день Прославляет Тебя За суды и правды Твои Тебе хвала Слава, честь и поклонение Пресвятая Троица Отец, Сын и Святой Дух Аминь Господи, прими нашу молитву Воздиание рук Как жертву вечернюю Благоухание приятное Перепресолом благодати Твоей И соедини наши молитвы С молитвой всех святых Молящики Тебе на небе На земле Ты Бог, сотворивший этот мир И сохраняющий его Как зиждитель Ты, Господь, знающий все Прежде бытия Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас Во благо нам Любящий наш Отец Небесный Ради голговской страданий И пролитой крови Сына Твоего единородного Иисуса Христа За нас грешных Прими и исполни наши молитвы О всех заповедавших Нам молиться о них И мы взываем О незаповедавших Кому слово истинно Возвещали Но они все еще Не примирились с Тобою Коснись их сердец Положи им твердо Поверить в то, что за гробом Нет покаяния Приемлемого Тобою Будь милостивы к ним Аминь Богу нашему слава Так занятия не будет Субтитры создавал DimaTorzok